До работы хочешь брасом, хочешь кролем, в общем вплавь. Начало марта выдалось теплым, весна разлилась по улицам и проспектам ручья металлых вод. В этом году почва не успела сильно промерзнуть, говорят специалисты, и должна быстро впитать всю влагу. Вот только куда она денется с асфальта и бетона? Не секрет, что ливневки местами наглухо забиты. Мой коллега Егор Орлов разведал обстановку в городе и выяснил, какие меры предпринимают власти. Этой лужи глубиной примерно сантиметров 10-15 радуются разве что дети. Все остальные в Атопе у дома 5101 находят мало приятного. Машина, идущая даже на низкой скорости, запросто может окатить пешеходы на тротуаре в 2-3 метрах от нее. И так уже несколько лет сетуют местные жители. Не каждый знает, что ливневка тут есть, вот только она скрыта под слоем льда. Ее никогда не чистили, уверены жители дома, потому лужа, как обычно, исчезнет только когда ее высушит солнце. Это еще мало, тут вообще, вот это сейчас весь снег растает, да, здесь вот такая лужа будет, машины вот едут, да, выше чем это, как называется это, выше это, колес уже, бамперы, да, вот воды столько бывает. Постоянно, каждый год. Внутри жилых микрорайонов такая картина весной не редкость, хотя на проспектах, там где еще днем были океаны, к вечеру вода уходит. Всего в городе более 2,5 тысяч ливнеприемников, к счастью, уже успели прочистить. Даже под железнодорожным мостом на БСИ сегодня непривычная для такой погоды картина. Затопления нет, тут дежурит спецтехника и постоянно качает воду. У нас все стоит вот машина, носок через досок вот этот, прочист. Он воздухом или водой? Водой, 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 теплой водой. Затопления нет, но и асфальта тоже. В прошлом году отремонтировали лишь два с небольшим километра улицы Старосармановской, ближе к границе с Тукаевским районом. В прессе поговаривают о намерениях строительства платной объездной дороги. Сообщали, что есть даже потенциальный инвестор, который вложит 120 миллионов рублей. Такова проектная цена трех километров новой проезжей части. Но пока разбитый асфальт – единственный путь на БСИ. В городе провели ревизию, сообщили сегодня на совещании в Нерии. Обеспечена готовность 149 единиц водооткачивающей техники. На случай, если поводок пойдет по неблагоприятному сценарию, в боевое положение приведены отряды спасателей МЧС. Информация о расходе и уровне воды с Нижнекамской ГЭС в автоматическом режиме поступает на пульт в единую диспетчерскую службу. Это позволит оперативно среагировать в случае возможного затопления некоторых районов города. Созданы специальные комиссии и рабочие группы. В зоне кратковременного подтопления могут оказаться территории предприятий и организаций, расположенных в районе Нижнего Биэфа, Нижнекамской ГЭС, Камский РБЗ, Графзавод, Лестервис, Садоводческое общество, Бережов, Виктория, Любитель природы, Гидростроитель 1 и 2. Инспекторы по маломерным судам также работают в усиленном режиме. Трудятся на опережение. Лед сейчас на водоемах весьма опасный. Местами реки и вовсе открыты. Проводят профилактические беседы с бесстрашными рыбаками и школьниками. Есть лодки, катера и техника повышенной проходимости. Вот только на тонком льду от них толку мало. Есть у нас катера на воздушной подушке у юридических лиц, а также у физических. Мы с ними очень тесно взаимодействуем. И при трагических случаях они являются нештатными нашими сотрудниками. И, соответственно, мы их привлекаем для спасения людей на воде. Спасатели и инспекторы надеются, что обойдется без ЧП, но предпочитают готовиться к худшему варианту. Пока на территории города несчастных случаев не было. Бдительность не помешает. Совсем скоро у школьников начнутся каникулы. Практика показывает, что опасные весенние водоемы буквально притягивают детвору. Егор Орлов, Ленар Мустафин, Дмитрий Кравченко. РЕН-ТВ, Набережные Челны.